Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Татьяна Динер. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Пренебрегли страховкой. В Барнауле трое рабочих сорвались с крыши и погибли. Даже гонщик не проскочит. В краевой столице дорожных нарушителей будут ловить на супермощных мотоциклах. Еще на 0,06 секунды быстрее. Алтайский бегун Сергей Шубенков установил новый рекорд России. Начнем выпуск с чрезвычайного происшествия. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту гибели трех рабочих на Барнаульском заводе алюминиевого литья. Мужчины меняли кровлю на крыше одного из цехов во время дождя и сорвались вниз с 15-метровой высоты. От полученных травм двое из них скончались на месте. Еще один рабочий умер в больнице. Предварительно установлено, что погибшие производили работы во внерабочее время, не используя специальное страховочное снаряжение. Трагедия произошла 30 июня, но информацию о ней следователи обнародовали только сейчас. Правоохранителям еще предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего, а также выяснить, кто отвечал за безопасность на производстве. К другим темам. Десяти молодым алтайским аграриям сегодня вручили подъемные в размере 300 тысяч рублей. Все награжденные в ближайшие дни поедут работать на фермы и другие сельхозпредприятия края. О том, что мотивирует вчерашних студентов строить карьеру в деревне, расскажет Ирина Харитон. С сегодняшнего дня Софья Петренко дипломированный ветеринар. Но работать она будет отнюдь не в городской клинике. Профессиональная карьера девушки, которая родилась и до сих пор жила в Барнауле, начнется в селе. Я готова, да. Поехать в село, попробовать, начать свою карьеру с такого опыта. Мы работаем со свиньями вообще. Крупнормогатым скотом я тоже работала. Это несложно в принципе. Со свиньями даже намного легче. Так что я не боюсь трудностей. Если для городской девушки перспектива работы в селе не кажется пугающей, то для выходцев из деревни тем более. Один из таких – особо отличившийся студент Дмитрий Ермаков. За работу в сельхозпредприятии ему обещают определенные преференции. Профессия агронома востребована очень сейчас. И зарплату предлагают хорошую, и условия нормальные – жилье, и автомобиль служебный. Всего в этом году трудиться в село отправятся 10 выпускников. Все они прошли отборочный конкурс на получение работы и денежного сертификата. Ежегодно на такие цели из краевого бюджета выделяют около 10 миллионов рублей. Но по сравнению с прошлым годом, в этом сумму подъемных для бывших студентов увеличили в два раза – до 300 тысяч рублей. Правда, получив господдержку, выпускники обязаны отработать в деревне минимум 5 лет. Ирина Харитон, Николай Шелко, Зоя Хушвактова. Наши новости. Алтайский край вошел в число лидеров по производству молока в России и стал первым по всей Сибири. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства региона. С начала года в хозяйствах края получили более 500 тысяч тонн молока. Это почти на 7 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. При этом, напомним, весной резко упала закупочная цена молока. Региональные антимонопольщики заявили, что в нескольких районах края скупщики устроили ценовой сговор. Нарушители ждут предписания и штрафы. Проверка была проведена после того, как владельцы подсобных хозяйств пожаловались на молочный кризис в крае. За рулем, как за штурвалом самолета. В Барнауле дорожных нарушителей будут ловить на мотоциклах экстракласса. Ключи от двух новых железных коней марки BMW. Инспекторам ГИБДД вручили сегодня в день ГАИ России. Слышите рев мотора? До 100 километров этот мотоцикл разгоняется всего за 3,5 секунды. А его максимальная скорость 240 км в час. Управлять им будут профессиональные инспекторы ГИБДД. Так что ловить нарушителей они будут в считанные секунды. Михаил Емельяненко патрулирует улицы Краевой столицы на мотоцикле уже 5 лет. Останавливать нарушителей ПДД для него привычное дело. На его счету тысячи выписанных штрафов и сотни пойманных преступников. Но до сих пор лейтенант гонялся за правонарушителями на мотоцикле «Ямаха». Теперь же на скоростном BMW, у которого 90 лошадиных сил. Для сравнения, не у каждой современной легковушки столько лошадей. Михаил признается, новая «Бэха» вызвала дикий восторг. А вот вы садились уже за руль? Да, обязательно. Ну как вам? Все сделано для людей. Это мечта. Стоимость мечты почти полтора миллиона рублей. Такой подарок барнаульским инспекторам сделала гособорона в честь профессионального праздника. Транспорт пригнали на днях прямо с немецкого завода. Теперь в гараже барнаульской ГАИ 6 мотоциклов. Четыре «Ямахи» и два «БМВ». Сотрудники ГИБДД надеются, что расширение автопарка поможет не только быстро задерживать правонарушителей, но и предотвращать серьезные ДТП. К слову, только в этом году в Барнауле понесли наказание 200 гонщиков. Валентина Аскерова, Павел Лаурнин. Наши новости. Уголовное дело по факту убийства почтальона в Смоленском районе направлено в суд. Трагедия произошла еще в начале года. Сотрудницу почты убил подросток из-за 50 тысяч рублей. 16-летний парень подкараулил женщину во дворе одного из частных домов, когда та разносила пенсии. Он напал на почтальона, вооружившись деревянной палкой и ножом. Тело подросток попытался скрыть, забросав снегом. Труп обнаружили в этот же день. В результате действия оперативников малолетнего преступника задержали быстро. В результате расследования выяснилось, что этот же молодой человек годом ранее был причастен к краже мопеда. Лучшую команду электромонтеров в Сибири выберут на Алтае. В Барнауле начались соревнования профмастерства среди сотрудников МРСК Сибири. Чего стоит работа на высоте? Как тушить пожар с олимпийской скоростью? И зачем энергетики придумывают изобретение? Расскажет Анастасия Дороган. Огонь у опоры ЛЭП явление редкое, но от этого не менее опасное. Работа под напряжением и в напряжении – будний бригад по ремонту и обслуживанию линий электропередач. Это они предотвращают возгорание после удара молний или скачка электроэнергии. Действует молниеносно. Сначала мы допускаем бригаду пожарников. Это первый этап. Второй этап. Нужно будет затушить за 60 секунд пламя возгорания. Сложно. В принципе, здесь ничего нет. Главное, с волнением справиться. Предельно собраны. Действия отработаны до автоматизма. Уровень мастерства демонстрируют на ежегодных состязаниях МРСК Сибири. Этапов несколько. Техника безопасности, тушение пожара, сбор оборудования, работа в поле. По иронии, в условиях штормового алтайского лета. Глава компании Виталий Иванов подчеркнул, наш регион уже прошел экзамен стихии после барнаульского урагана. Объективно восстановились в течение 4-5 часов. Я буду скрывать, я сам этого не ожидал. Мы людей тут не ранжируем по каким-то, знаете, по профессиональным признакам, прежде всего. Задача, вот прежде всего, людям обменяться мнениями, обменяться стандартами, обменяться практиками. Потому что мы работаем, по сути дела, хоть и Сибирь, мы работаем в разных климатических зонах. Это прежде всего. На высоте накатывает небольшое волнение. Нужно спасти пострадавшего, что повис на опоре. Отключить напряжение, подняться, опустить коллегу и оказать ему первую помощь. На все это максимум 6 минут. Тренажер Агошу спасли. И не раз. Жюри отмечает, с каждым годом участников судить сложнее. Ведь соревнуются они не только навыками, но и смекалкой. Например, в том году электромонтеры презентовали особое рукодельное приспособление. Восходный год это такая конструкция тяжелая и хрупкая. И вот для того, чтобы испытывать ее, ремонтировать, значит, это вот очень оригинальная такая подставочка. А вы дополнительные баллы за это начисляете? Естественно, естественно. Это обязательно. Вот сегодня, например, Горный Алтай привез беспилотный летательный аппарат. Чтобы познакомиться с другими новинками, у судей будет целая неделя соревнований профмастерства продлятся до пятницы. И в данном случае штормовые прогнозы только обострят борьбу и выявят сильнейших. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости. В кадетской школе Бийска хотят воплотить в жизнь давнюю мечту и создать творческих тандем хора и оркестра. Художественные руководители уже подобрали произведение Глинки. Только вот выйти на одну сцену у двух коллективов пока не получается, не позволяет аппаратура. При этом в новом учебном году репертуар значительно расширится. По-новому более мощно заиграет и гимн кадетской школы. Она победила в конкурсе грантов, который проводит фонд социального содействия Александра Прокопьева. О том, что купят на выигранные средства, смотрите далее. Духовой оркестр – это гордость кадетской школы Бийска. Подобных коллективов нет ни в одном учебном заведении края. Играть на духовых инструментах здесь начали в начале 2000-х. За почти 20-летний творческий путь оркестр собрал множество престижных наград. В том числе и международных. Сложнее всего добиться звучания от трубы. Для того, чтобы выдавать мелодию, нужно регулярно заниматься. Старшая группа у меня занимается три раза в неделю. Ну, не считая это игр наших. А младшая группа два раза в неделю, потому что пятиклассники, еще тяжело им нагрузочку давать. Духовой музыка – это самый сложный жанр из музыкального искусства. В кадетской школе уже несколько лет мечтают создать тандем духового оркестра и хора. Но для этого нужна современная аппаратура. Мы очень хотим петь с оркестром вместе. А они нас глушат, просто глушат. А нам бы хотелось микрофоны. И тогда у нас есть репертуар одинаковый. То есть мы можем петь вместе. У нас произведение «Глинки» славься. У нас наш кадетский гимн. Хочется, чтобы он вообще звучал прямо мощно. Вот, а для этого нам нужны микрофоны. В прошлом году в школе написали проект и отправили его на конкурс грантов фонда Александра Прокопьева. На днях кадетам вручили сертификат на 200 тысяч рублей. Средства пойдут на приобретение музыкального и светового оборудования. Это позволит вывести коллективы на более качественный уровень. Важно, что сегодня кадетская школа стала такой достаточно серьезной площадкой для осуществления патриотических проектов, для осуществления социально значимых проектов. Ну, где-то два года назад мы приезжали сюда вместе с народным артистом Советского Союза Василием Семеновичем Луновым. Остались замечательные яркие впечатления. Яркие эмоции о той встрече с народным артистом Василием Луновым, который в Бийск приехал по приглашению Александра Прокопьева, остались и у Никиты Литейкина. Прочитав одно из своих коронных произведений, школьник получил приглашение в Московский институт культуры. Сейчас Никита активно готовится к поступлению и совмещает занятия сразу в нескольких коллективах. Я от этого получаю массу удовольствия и путь в жизнь, билет в жизнь. Я хочу поступить в театральное училище, ну и заведение и продолжать именно этот путь. Активная творческая деятельность в кадетской школе играет очень важную роль в определении дальнейшего пути. Одни поступают в институты культуры, другие служат в вооруженных силах, где продолжают петь и играть на духовых инструментах. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. Бийск специально для наших новостей. Быстрее ветра. Сергей Шубенков обновил рекорд России. Теперь Барнаулец бегает 110 метров с барьерами за 12,92 секунды. Впрочем, прежний рекордный результат принадлежал ему же. Новое достижение в мировом спорте Сергей установил с забегом в Венгрии. Это тот самый рекорд страны. А еще лучший результат сезона и второй результат в истории Европы. Быстрее Сергея. На старом континенте бегал только британец Колин Джексон ровно 25 лет назад. И это еще не все. Второй раз в стартах 2018 наш земляк выбегает за 13 секунд. Извечный соперник Шубенкова, действующий олимпийский чемпион и чемпион мира Амар Маклеотт, к удивлению, лишь шестой. А 5 июля наверняка станет очень жарко на дорожках швейцарской Лозанны. Именно там два самых быстрых барьериста планеты вновь будут выяснять, кто же из них номер один на данный момент. Житель Барнаула Юрий Комлев мечтает побывать в Национальном художественном музее Минска. Именно там хранится большая картина, центральной фигурой которой стал его отец Алексей Комлев. Он позировал художнику Валентину Волкову в 1945 году, но готовое полотно так и не видел. С сыном известного танкиста встретилась наша съемочная группа. Минск. 3 июля 1944 года. Грандиозное полотно художника Валентина Волкова. Картина является украшением постоянной экспозиции Национального музея республики. На полотне множество человеческих фигур. И все это реальные люди. Они позировали, но особо не интересовались для чего. Как не спрашивали тогда в далеком 1945 году их имена и фамилии. Художник, он писал на заказ, мы знаем, все-таки пережил всю эту историю лично. Недаром же ему было поручено написать эту картину довольно короткий срок. А он растянул ее на 9 лет. Сегодня 3 июля. День независимости Беларуси. В 1944-м от немецких войск освободили Минск, столицу республики. Этому историческому событию и посвящена картина. Наши коллеги из Беларуси обратились к нам за помощью. Они выяснили, что центральная фигура, танкист с автоматом в руках, это наш земляк Алексей Комлев. Мы встретились с сыном главного героя. Вот эта репродукция, которая у нас в семье хранилась, видите, она очень маленькая, почти что с тетрадный листок. Мы спрашивали, он похож, не похож. Чисто по фигуре, если взять, очень похож, один в один. Алексей Комлев много рассказывал родным о своем необычном опыте позирования, но конечный результат оценить не смог. Несколько лет назад легендарный танкист ушел из жизни. Его сын Юрий признался. Мечтает посмотреть на картину, что называется, вживую. Если получится, обязательно съездит в Минск. Елена Кузовкина, Александр Антропов, Павел Лаурнин. Наши новости. В день рождения Бийска в течение двух часов для жителей Наукограда работала площадка Сибирской медиагруппы. Далее подробнее. Гости праздника с удовольствием делали фото в тематической фото-зоне, участвовали в конкурсах, выигрывали призы. С Днем города жителей поздравила и компания «Ангар-18». Ребятишки и их родители собирали и разбирали вот такую конструкцию из цветных кирпичиков. Игра называется «Дженго». Не у всех получалось. Победителям достались призы от компании. Кстати, «Ангар-18» – крупнейший поставщик строительных материалов в нашем крае. Компания предлагает материалы высокого качества по доступным ценам. Учитывая, что на рынке «Ангар-18» работает уже 10 лет, можно с уверенностью сказать, их работы позволяют удовлетворить любые потребности заказчиков. Поздравили бейчан с Днем рождения родного города и сотрудники Банка «Восточный». Уважаемые бейчане, поздравляем вас с Днем города. Банк «Восточный» желает нашему городу процветания, финансового благополучия, и мы всегда рады видеть вас в числе наших клиентов. Игра, которую организовали представители банка, увлекла бейчан настолько, что порой от желающих, как в детстве, переставлять фишки на поле и попадать на призовой сектор, не было отбоя. Шарики, футболки и ручки с логотипом Банка «Восточный» достались в этот день десяткам жителей Наукограда. Пожалуйста, для вас футболка от Банка «Восточный». Носите на здоровье. Кстати, банк всегда рад видеть жителей и гостей Бийска в своих отделениях не только в Наукограде, но и в Барнауле. И в завершение выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови, принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Завтра в крае температура заметно понизится в среднем на 7 градусов. Всего плюс 17 ожидается в Алейске и Бийске, около 20 тепла в Камне на Обе и Славгороде. В Барнауле ночью плюс 13, днем около 17 градусов выше нуля возможен дождь. Ветер северо-западный, порывистый. А у меня на сегодня все новости. Хорошего вам настроения и до встречи.